В студии телеканала Север Алина Ваучейская. Здравствуйте! Вы смотрите большой итоговый выпуск новостей. Сегодня мы вспомним о самых резонансных, важных и ярких событиях уходящего года. 2021-й выдался непростым. Наш итоговый выпуск начнем со среза происшествий. Одно из самых резонансных, на наш взгляд, это жестокое убийство в центре города. Посреди бела дня, около центральной дороги по улице Ленина, в ходе потасовки, злоумышленник воткнул мужчине гвоздь в голову. Позже от полученного ранения мужчина скончался в больнице. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Резонансный конфликт в центре города. На одной из главных улиц Наринмара произошло покушение на убийство. Неужели из проходящих мимо людей не нашлось того, кто бы смог просто вызвать полицию и как-то повлиять на ситуацию в целом? Большой резонанс у жителей региона вызвало видео в социальных сетях. На кадрах видеорегистратора одного из очевидцев видно, как идет драка между двумя мужчинами, а пешеходы и автомобилисты спокойно движутся в своем направлении, не обращая на инцидент внимания. Что же делать и как себя вести, если вы стали свидетелем подобной ситуации? Нужно в первую очередь обратиться в дежурную часть по номеру телефона 4-21-26 с мобильного 102 или 112. Не ввязываться в конфликт. Сообщить о происшествии в орган внутренних дел. Постараться запомнить внешний вид преступника. Одежду, надписи, наклейки, логотипы. Запомнить его приметы. Рост, возраст, телосложение, цвет волос. Особые приметы. Шрамы, татуировки, особенности поведения и походка. Если имеется у преступника оружие, запомнить его, либо предметы, используемые как оружие. При попытке преступника избавиться от оружия, запомнить место. Всю информацию с места инцидента нужно также передать полицейскому для дальнейшей работы следствия. Если у вас нет с собой мобильного телефона или он разрядился, можно сообщить о нарушении порядка с помощью аппаратного комплекса гражданин полиции. Данный правоохранительный сегмент представляет собой терминал оранжевого цвета с надписью «Полиция». Любой гражданин, который стал свидетелем совершения правонарушения или преступления, или же попал в беду, может воспользоваться данным правоохранительным сегментом. То есть подходит к данному терминалу, нажимает на кнопку. В это время звонок идет в дежурную часть УМВД. Дальше к работе подключаются оперативные дежурные, которые отправляют на место инцидента оперативную группу. Жители нашего региона также хорошо знакомы с алгоритмом действий. Что бы вы делали, если бы стали свидетелем какой-нибудь потасовки, либо же драки? Куда бы вы обратились? Милицию позвонила бы. Если драка, так полицию можно вызвать, конечно. Сейчас по факту покушения на убийство продолжают следственные мероприятия. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Сейчас он заключен под стражу. 19 ноября на Ренмарском городском суде избрано мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении убийства, которое произошло, соответственно, 17 ноября в дневное время на улице Генина, когда потерпевший был убит при помощи гвоздя. По факту убийства, которое произошло днем 17 ноября, возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса России. На Ренмарский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 января 2022 года. Решение суда вступило в законную силу. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Уходящий год запомнился и чередой пожаров. Нельминос, Коткино, Макарова, Наринмар – это далеко не весь список. О последствиях возгорания расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Тлеющие останки дома напоминают о событиях субботнего вечера. Языки пламени поглотили сразу два здания. Такого в поселке Нельминос не было уже давно. Возгорание началось с котельни в магазине, а затем перекинулось на жилой дом. К сожалению, спасить семейное гнездышко так и не удалось. Пожары в Нельмином Носе обсуждали все. Беда даже не только в том, что люди потеряли свой дом. Единственная пожарная машина просто не завелась. Поэтому тушили мотопомпой и подручными средствами. В этом году зима выдалась особо суровой. Сильные морозы, угроза пожаров наиболее высока. Неправильная эксплуатация отопительных приборов и перегрузка электропроводки приводит к плачевным последствиям. За 2020 год в селах округа произошло 30 пожаров, а вот в 2021 – 39. На сегодняшний день на территории округа произошло 147 пожаров. Для сравнения, за весь прошлый год произошло всего 117 пожаров. То есть, по статистике явно видно, что мы превысили показатель прошлого года уже. Также по статистике гибели в прошлом году погиб один человек на пожарах, в этом году два человека погибли на пожарах. В прошлом году на пожарах пострадало 8 человек, в этом году 10 пострадало. С наступлением морозов число пожаров заметно возросло. Одним из последних случаев, которые мы освещали, стало возгорание частного дома в посёлке Красное. На момент происшествия в доме никого не было, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но материальный ущерб существенный. Пожар был ликвидирован, но дом спасти не удалось. Причина возгорания всё ещё устанавливается. На место пожара сразу же выдвинулись силы и средства пожарной части посёлка Красное в количестве двух единиц техники и шести человек личного состава. Также для тушения этого пожара были приучены средства пожарной части города Наринмара в количестве пяти человек и одной единицы техники. В сёло завозится не новая техника. Бывшие в употреблении машины становятся чуть ли не единственным способом спасения не только зданий, но и людей от пожара. В этом году обновили пожарные автомобили в Тельвиске, Оксино, Нальмином Носе и Красном. Вскоре обновлённая техника появится и в НИСИ. А вот в Усть-Кару завезут не БУ машину, а абсолютно новую. Сейчас она находится в Челябинске. Всего в населённых пунктах Неницкого округа находится 19 пожарных машин. На сегодняшний день, да, это тот минимальный необходимый перечень автомобилей, 14. Но мы понимаем, что помимо автомобиля, это и пожарные помпы, это и оборудование, это обмунирование бойцов непосредственно. Это, опять же, финансовые средства в рамках некоммерческой деятельности. Вот по добровольным пожарным дружинам это оплата дежурств. ГУМЧС России просит соблюдать правила эксплуатации электро- и отопительных приборов, быть аккуратнее с проведением огневых работ, притопки печей и котлов на твёрдом топливе, а также соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара сразу звоните по телефону 112. Ещё одно резонансное событие – крупный разлив на Оржском месторождении. Утечку обнаружили 11 мая. В Осинском районе республики Коми был введён режим ЧАЭС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода. Было возбуждено уголовное дело. Лукоил Коми выплатил полумиллиардный штраф за нанесённый ущерб. А сейчас мы покажем репортаж, снятый на второй день после обнаружения разлива. Путь к месту происшествия частично пролегает вдоль колвы. Поэтому ещё в полёте экологи, природозащитники и представители общественности занимают наблюдательные посты. На борту вертолёта сегодня первые лица региона. Губернатор Юрий Бездудный, спикер окружного парламента Александр Лутовинов, прокурор НАО и начальник полиции. На месте происшествия идёт бесперебойная работа по ликвидации последствий разгрометизации дюкера. Люди в белых защитных костюмах рассредоточились практически по всей площади разлива. А это 12 700 квадратных метров. На вторые сутки после обнаружения разлива на месте происшествия увеличили количество техники. Теперь здесь работает 4 единицы тяжёлого транспорта. Также их увеличили и количество ликвидаторов. Теперь это 62 человека. На Колве выставлены боновые заграждения. Накануне вечером на место разлива доставили ёмкости для сбора отходов. Уже сегодня ликвидаторы начали собирать из реки Сорбент. Сегодня всё это собирается и будет утилизироваться. Идётся зачистка территории. Ожидаем прибытия ещё двух единиц техники – это экскаваторы и бульдозеры – для ускорения работ по ликвидации последствий. Напомню, разлив нефтесодержащей жидкости в 8 километрах Атошского месторождения обнаружили 11 мая. В результате разгерметизации дюкера нефтепродукты через защитный кожух попали на землю в 200 метрах от берега Колвы и стекли в реку. В течение шести часов после обнаружения разлив был локализован, нефтепровод перекрыт. В ходе осмотра места происшествия представители власти проинспектировали ход работ по ликвидации последствий. Мы будем очень жёстко контролировать недропользователя. На ум приходят цитаты из послания президента, когда он сказал, что получил прибыль от природы – убери за собой. Мы будем жёстко требовать, чтобы здесь был наведён порядок, а дальше уже прокуратура, следственные органы будут определять, кто виновен и какой ущерб нанесён природе. Пробы грунта и почвы были отобраны накануне, когда к месту происшествия вылетали представители природоохранных структур и следователи. Материалы для проверки доставлены в лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. Результаты будут готовы в течение двух дней. Сейчас уточняется объём нефти, попавшей в грунт и реку. Проводится работа по установлению периода разлива нефтесодержащей жидкости до момента его обнаружения. На место происшествия был организован вылет следственно-оперативной группы. Были выполнены первоначальные следственные действия, отобраны пробы воды и почвы. Межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Нинецкому автономному округу возбуждено уголовное дело. По статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации ход расследования уголовного дела поставлен на прокуратуру на особый контроль. Возможное наказание по статье 246 Уголовного кодекса нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. Оно будет зависеть от степени нанесённого ущерба. Кроме того, компания-недропользователь обязана рекультивировать землю на месте происшествия, а также вернуть состояние природы в исходное. Также будут инициированы штрафы и компенсирующие мероприятия за вред водным биоресурсам и лесному фонду. Переходим к трагедиям на воде. За 2021 год зарегистрировано 10 летальных исходов на водоемах. Одно из самых шокирующих происшествий случилось 29 октября. На печоре провалился под лёд и утонул снегоход. Пассажирка выкарабкалась, а вот водителя весь световой день искали спасателя. Василий Хатнозейский обо всём подробнее. Спасатели ведут поиски второго пострадавшего. Инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 октября. Снегоход, двигаясь по реке, провалился под лёд. Это уже второй несчастный случай за эту неделю. 29 октября в единую диспетчерскую службу поступил вызов. Человек находится на тонком льду реки. По оперативным данным, несчастный случай произошёл с водителем и пассажиром снегохода. Один из них самостоятельно выбрался на лёд и вызвал спасателей. Девушку сразу доставили в Ненецкую окружную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас продолжаются поиски второго гражданина, который управлял снегоходом «Буран». Пока поисковые работы ведутся, пока он не найден. Глубина очень большая, до 12 метров в данном месте. Предварительно провалился в полынью. Всего за 2021 год погибло на воде 10 человек. Самый опасный период на воде – с мая по октябрь. В основном люди, конечно, все тонут при эксплуатации маломерных судов. Два случая у нас – это провалы снегоходной техники под лёд. Тоже люди утонули. Основная причина гибели – это, конечно, употребление спиртных напитков. Это более 80% всех погибших людей были в состоянии алкогольного опьянения. Также большое количество происшествий случилось во время замерзания реки, когда действует постановление о запрете выхода на лёд. Обращаю внимание всех жителей округа, что на данный момент действует постановление главы города и главы муниципального заполярного района о запрете выхода и выезда на лёд техники и людей. Если вы всё-таки провалились под лёд и оказались в воде, нужно следовать следующим инструкциям. Первое действие – не поддаваться панике. Стараться боком, закидывая одну ногу на лёд, боком перекатиться на окрепший лёд. Если не получается локтями ломать лёд до достижения толщины, которая позволит выдержать вас, и перекатываясь, ни в коем случае не вставая на ноги, дальше продолжить движение ползком по льду к ближайшему берегу. Самое главное – не поддаваться панике. А лучше всего в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и не рисковать своей жизнью, не выходить на лёд, а тем более использовать для передвижения по водным объектам транспортное средство, вопреки всем запретам. Медики Заполярье в 2021 году продолжали бороться за жизни тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из новых штаммов COVID-19 отличался от предыдущих молниеносным течением болезни и не всегда типичными симптомами. Наша съёмочная группа неоднократно выезжала в красную зону, чтобы пообщаться с врачами и пациентами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас помочисты сейчас? Владимир Тихонов к своим пациентам наведывается едва ли не каждый час. Постоянный контроль за состоянием больного – один из важных факторов успешного лечения. Цитурация на увлажнённом бездороге 98 плюс 81. Татьяна Протопопова в ковидном отделении уже неделю. Говорит, сначала и не подумала на страшную инфекцию. Температура 37 не вызывала поводы для беспокойства. Впрочем, спустя несколько дней женщине резко поплохело. А вот в понедельник уже 39 скакнуло, когда температура, и потом 5 дней 39, когда стало уже тяжело дышать, вот тогда-то паника началась. Вот поэтому я считаю, что надо, когда именно только начальные признаки, надо обязательно именно в этот момент бить тревогу, а не ждать до последнего края. Татьяне, можно сказать, повезло. С таким серьёзным поражением лёгких врачи смогли стабилизировать её состояние. Сейчас женщина на кислородной поддержке. В ковидном отделении Ненецкой окружной больницы применяют сразу несколько видов оборудования для насыщения организма кислородом. Это кислородный концентратор портативный, использующийся в медицинской практике для людей, у которых имеются признаки дыхательной недостаточности. Он используется, может, так, и в облаторных, стационарных условиях, без разницы. Портативный, передвигается довольно-таки лёгкий. Лечат пациентов с коронавирусной инфекцией по стандартам, которые прописаны в 11 методических рекомендациях Минздрава. Как правило, это противовирусная терапия, также назначаются лекарства по сопутствующим заболеваниям. Самое опасное состояние при ковиде – так называемый цитокиновый шторм. Это чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. То есть организм, борясь с ковидом, можно сказать, запускает механизм самоуничтожения. При таком состоянии отсутствие медицинской помощи может привести к смерти, поэтому заниматься самолечением и затягивать с обращением к врачу не стоит. Рекомендую обращаться чем раньше, тем лучше. Не ждать дома, не ждать, когда само всё пройдёт. Обращаться, и я думаю, что от этого зависит успех в нашей работе, в нашем лечении. И, конечно, соблюдать все правила септики, антисептики, дома мыть руки. И сеть маски, прививаться. Ежедневно в красной зоне работает профессиональная команда из пяти врачей. Также за пациентами ухаживают медсёстры и санитарочки. Большой поток больных начался с июня. Причём это и горожане, и гости Заполярье, и жители Ненецкой глубинки, и даже вахтовики. Медики говорят, третья волна коронавируса – молниеносная и агрессивная. Как развивается клиника, это бурно, быстро, абсолютно. И в этой волне у нас больше молодёжи. Если в предыдущих волнах у нас как-то был более возрастной контингент, то сейчас мы видим 40-летних и 30-летних, и дети болеют. Конечно, я хочу обратиться к нашим жителям, наверное, всё-таки соблюдать меры профилактики, потому что они на сегодня действенны, это соблюдение дистанции. Самая эффективная мера профилактики – это вакцинация. Медики ежедневно спасают тысячи жизней. Каждый из нас также может им в этом помочь. Не забывайте о трёх главных правилах. Носите маску, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север». Большое внимание медики уделили и жителям сельской глубинки. За год передвижной медицинский отряд посетил 39 населённых пунктов. Врачи провели осмотры и диспансеризацию детского и взрослого населения. 17 и 18 сентября бригада работала в деревне Лабожское. Илья Сахаров продолжит тему. Утро мобильной медицинской бригады начинается в вертолёте. Курс на Лабожское. С собой всё самое необходимое, а это тонна оборудования. И всё для того, чтобы жителям Заполярного района было проще получать необходимую медицинскую помощь. Здравствуйте. Спустя полчаса медотряд в месте назначения. Начинается выгрузка оборудования. На подготовку и установку не так много времени. Необходимо успеть до первого пациента. Затем распределение специалистов по кабинетам. Несмотря на то, что в Лабожском не так давно открыли новый фельдшерский-акушерский пункт, места для всех не хватает. Приходится базироваться аж в трёх локациях. Это Центральный дом культуры, бывшее и новое здание ФАПа. Начинается плодотворная работа. Здесь мы берём общий анализ крови, биохимию, то есть сахар, холестерин. Ну и по заявкам терапевта, ну то есть какие она считает нужным анализы, ещё добавляет там на гормоны, на общий анализ биохимии. Результаты анализа в скрытой крови, сахара, холестерина можно получить на месте. Все остальные отправляются в Наринмар. Ответ приходит фельдшеру населённого пункта. Кардиограмма сердца вот сегодня, пациенты, все жители проходят. Всё автоматически отправляется уже в городный сервер врачу, кто описывает. И затем уже отправляют сюда все результаты. Ну то есть в принципе результаты свои можно узнать уже в кратчайшее время. Да, у местного фельдшера уже будет всё, в течение недели. В следующей неделе будет всё. Каждый пациент может прийти и всё своё найти, все свои анализы, флюорографию, ответы. А также справки на оружие, на ГАИ. Такой способ получения медицинских услуг, по словам местных жителей, очень удобен. Посещают периодически, по мере возможностей. А это, конечно, хорошо. Ладно, можно съездить в сезон, когда есть дорога. А когда межсезонье, да всё. И пожилые не могут всегда съездить. Далеко не могут. Ещё там пандемия, да. Ко мне я уже сходил, уже всё прошло. Я в Наринмаре сейчас только, наверное, через два дня приехал, уже всё прошло. Сделав флюорографию, всё, как бы, это, всё нормально. На селе один из самых востребованных специалистов – врач-хирург. Так как большая часть жителей – люди высокого возраста. Чаще всего для, вообще для любой хирургической патологии, характерна болезнь опорно-дивительного аппарата. Ну, часто эти артриты, артрозы и так далее. То есть суставы, просто выясняется. Терапевт, офтальмолог, педиатр, лаборатория, врач-узист, стоматолог, психиатр-нарколог, гинеколог, хирург и флюорография. Таков богатый состав бригады. Каждому специалисту небольшая очередь. Всё с соблюдением эпидемиологических мер. Наша бригада состоит из, в среднем, из 15 человек. Ориентировочно тонна груза. Добираемся до населённых пунктов, до ФАПов мы, либо в зимний период. Период предостава по ближайшем, по Нижнепечорью – это триколы. А всю остальную территорию мы охватываем только с помощью Наримарского объединённого отряда. Всегда эта работа с их стороны, со стороны отряда, очень качественна, очень внимательна. Что немаловажно, потому что иногда бывают моменты, когда действительно требуется от пилотов понимание, внимание и тому подобное. Выездная медицинская бригада работает в регионе с 2007 года. С 2018 врачи передвижного отряда обследуют население округа не по индивидуальным планам, а в составе расширенных бригад, что позволяет проводить комплексное медицинское обследование населения. К слову, за 2021 год прошли диспансеризацию 2043 человека, флюорографию 4188 человек, а также 4362 жителя региона обратились в медицинский отряд с различными вопросами здоровья. Илья Сахаров, Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Этот год запомнился россиянам и трёхдневным голосованием. Думбские выборы проводились с 17 по 19 сентября. В Ненецком округе победу одержал Сергей Коткин. Предлагаем посмотреть репортаж с досрочного голосования. Первую посадку вертолёт совершает в посёлке Каратайка. Здесь на борт поднимаются представители 32-й участковой избирательной комиссии, а также проводник из числа коренных жителей. Он поможет экипажу быстрее найти место стоянки оленевой участкой бригады. Спустя 15 минут на горизонте появляются первые чумы. Здесь избирательную комиссию уже поджидают кочевники. Одним из первых гражданский долг выполняет Егор Тайбарей, оленевод из ПК «Дружба народов». За 32 года работы в тундре посту голосует практически на каждых выборах. О кандидатах узнаёт заблаговременно. Когда все жители Стойбища опустили бюллетень в Ворну, избирательная комиссия отправляется на поиск остальных бригад из ПК «Дружба народов». Всего их шесть, однако найти удалось ещё один чум, где застали пастуха Александра Талеева. Он о выборах и не слышал. Говорит, с мая кочует в тундре, в посёлок не выезжал. Ни разу нас не бывает в тундре. Вот я сейчас приехал, вам повезло. А где-нибудь километров, ну метров 500, отсюда был бы где-нибудь в кустах. Такое точечное голосование для одного избирателя на просторах тундры – норма. Оленеводы постоянно им дают, точных координат у избирательной комиссии нет. Стараемся в том году, так как у нас проголосовало вообще четыре человека, мы не могли найти бригаду, потому что они им дают постоянно с места на место, и их очень сложно найти. Но вот, как видите, сейчас вылетели, нашли третью шестую бригаду. Это плюс, как говорится, что мы их ещё увидели. Вот здесь прилетели из-за одного человека. Можно заходить? А это уже избирательная комиссия Амдермы отправляется на досрочное голосование к оленеводам общины Ямпто. Прибыв к жителям тундры, решено проводить голосование прямо в вертолёте с соблюдением всех противоэпидемических мер. Маска, дезинфекция у нас у рук идёт. Мы маски избирателям обязательно даём. Дезинфицируем руки, перчатки обязательно. Ну и у нас должно быть расстояние. Ну, вроде как, мы стараемся это тоже сделать, чтобы было полтора метра. Так завершилось досрочное голосование. Всего в период с 30 августа было выполнено 12 вылетов. Свой гражданский долг исполнили более двух тысяч человек. Это работники нефтяных промыслов, оленеводы, военнослужащие, метеорологи и жители населённых пунктов, где не образованы избирательные комиссии. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И теперь о хорошем. В 2021 году удалось провести масштабные дорожные работы. Так, в центре Наринмара реконструированы улицы Полярная и Ленина, дорога в посёлок Искателей. Большой рывок сделан в строительстве дороги Наринмар-Усинск. Ольга Русул, обо всём по порядку. Работы по реконструкции дороги в аэропорт велись буквально и днём, и ночью. Чтобы не создавать помехи для водителей, дорожники работали глубокой ночью и в ускоренном темпе. Дорога из Наринмара в аэропорт была единственной федеральной автодорогой в городе. И состояние её проезжей части оставляло желать лучшего. Многочисленные ямы, трещины, стёртая разметка, что не могло не возмущать автомобилистов. Глава региона поручил руководителю профильного департамента провести переговоры с компанией, отвечающей за содержание дороги, и отремонтировать её. Содержанием дороги занималась организация УПР при Камье из соседнего региона. Дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. При Камье заключило договор на проведение ремонтных работ с местной организацией Наринмар-Дориемстрой. Для устранения дорожных дефектов подрядчик использовал современные технологии и материалы. Материал современный, асфальт. То, что у нас асфальт-завод готовит, самое лучшее, то и делаем. Это эмульсия-проливка, это в 2019 году появился в округе, не было раньше такого. Это как клей, он очень хорошо держится. Он намного лучше, чем просто бетон. Это на водной основе, химической. Она лучше степляет асфальт старый с новым. Ещё одной отремонтированной дорогой в городе стало больше. Контракт на реконструкцию автодороги, которая соединяет Наринмар и посёлок Искателей, был заключён в 2019 году. В прошлом ремонтном сезоне дорожники отремонтировали проезжую часть. А уже в 2021 году активно начали благоустраивать прилегающую территорию. Идут работы по обустройству, заканчиваются обустройству ливнёвой канализации. Осталось закопать несколько септиков, ям, сливных ям, куда будет всё стекаться. Соответственно, примыкание в съезды дорожного полотна в моменте окончания проездов между плиткой будет полностью заасфальтировано. По словам заказчика, за два года удалось проделать большой объём работы. Более устранены ограждения вдоль дороги. Обустроены участки для парковки автомобилей. Проведена реконструкция тротуаров для пешеходов и велосипедистов. В 2021 году завершена реконструкция участка автодороги по улице Полярная. Его протяжённость 557 метров. Ещё в прошлом году подрядчик обустроил тротуары и установил опоры освещения. В 2021 году были проложены гильзы для инженерных коммуникаций. Демонтированы старые бордюры и установлены новые. Проект улица был выполнен с учётом существующих границ инженерных коммуникаций и капитальной застройки. Работы по реконструкции автомобильной дороги в центре города выполнил местный подрядчик «Капиталстрой». Ход работ проинспектировал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина началась ещё в 2019 году. В этом году дорогу заасфальтировали. Укладывали асфальт в три слоя – два нижних по 7 сантиметров и верхний – 5-сантиметровый. Всего 7,5 тысяч квадратных метров асфальта ушло на дорожное полотно. Параллельно велись работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. Работы по перекладке инженерных коммуникаций, установка столбов освещения, устройство дороги, пешеходной дороги, перекладка газа среднего давления, протяженность дороги 490 метров, устройство ливневой канализации через путём септиков. Заключение о соответствии объекта было выдано подрядчику 16 ноября 2021 года, а 17-го – разрешение на ввод в эксплуатацию. Дорога открыта для всех видов транспорта, в том числе общественного. Автобусные маршруты по этому участку возобновили с 1 декабря. После реконструкции проезжая часть автомобильной дороги имеет три полосы движения. Все съезды, парковки, автобусные карманы выполнены в соответствии с проектом. Автобусные павильоны выполнены в едином стиле. Также устроены тротуары на всём протяжении участка, заменена линия наружного освещения. Под занавес уходящего года Ненецкий автономный округ посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. Он оценил построенные в новом микрорайоне города школу номер 3 и детский сад «Ромашка». Здания образовательных организаций возведены в рамках национального проекта образования. Кроме того, министру показали новую смотровую площадку в этом же микрорайоне. Проект был построен в рамках региональной программы «Комфортная городская среда». Также в ходе рабочей поездки делегация побывала в аварийном доме по улице Южной, который будет расселён в следующем году, и в новостройке по улице Октябрьской. Вопрос переселения находится в округе на особом контроле. И здесь положительная динамика. В 2019 году было переселено порядка 60 семей, в прошлом – 105. А в этом году жилищные условия улучшают уже 130 семей. В ходе рабочего совещания в Наринмаре Ирек Файзулин отметил хорошие темпы реализации в регионе национального проекта «Жильё и городская среда». Прекрасный дом, который был построен, достаточно короткий для этого северного региона, где навигационная проблема существует, проблема завоза строительных материалов. Поэтому дом оцениваем положительно, с высоким качеством построен. Посмотрели те детские площадки, общественные территории, которые реализованы тоже в короткий период. И надо отметить, что сегодня мы по просьбе, в том числе и губернатора, меняем условия по этой программе ФГС. Это комфортная городская среда в части увеличения финансирования для таких небольших территорий, как Наринмар, которая является столицей субъектов. В 2022 году Ненецкий округ получит дополнительные 100 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий. Если говорить о городе Наринмаре и комфортной городской среде, то мы уже понимаем, что на следующий год будет увеличено, значительно увеличено финансирование по этой программе. И город получит 100 миллионов на реализацию этого проекта. Что это значит для жителей? Это значит, что появятся новые детские площадки, воркауты, что появятся скверы. Это значит, что город станет красивее. Ну и отдельный вопрос, это, конечно, переселение из ветхоаварийного жилья. Мы получили поддержку по ускорению темпов этого переселения. У нас темпы и так были хорошие. Но мы понимаем, что пока есть эти ветхие дома аварийные, пока есть люди, которые живут в этих невыносимых условиях, значит, мы недостаточно быстро переселяем. Ещё один вопрос, который активно обсуждался в ходе визита – реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Было принято решение проработать вопрос и включить дороги на Красное Тельвиску в опорную сеть автодорог региона. Мы сегодня в ходе совещания приняли решение, пока у нас ещё есть возможность, доработать эти нюансы опорной сети региона и включить эти дороги в опорную сеть. В один из этапов её реализации, в зависимости от того, как мы проработаем, будет принято решение, в какое именно. Но уже на сегодня понятно, что мы будем готовиться к реализации этих объектов, к финансированию этой деятельности из федерального бюджета. Кроме того, глава Росавтодора отметил, что финансирование стратегически важной для региона автомобильной дороги на Ренмар-Усинск продолжится из федерального бюджета. Мы в ближайшую трёхлетку планируем дофинансировать это строительство с учётом тех заявок региона, которые на сегодняшний день, в рамках сегодняшней рабочей поездки прозвучали, о том, что то опережающее строительство, которое идёт на объекте, позволит сдвинуть сроки влево, ближе к 22-му, к началу 23-го года, по вводу этого объекта в эксплуатацию. Также делегация из российской столицы осмотрела строящийся участок автомобильной дороги на Ренмар-Усинск в районе моста через реку Шапкино. Роман Новиков отметил, что высокий уровень технологичности процесса позволяет возводить объект в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что строительство дороги Сыктывкар-Усинск на Ренмар имеет важнейшее значение в развитии русского севера. Проект позволит реализовать транзитный потенциал нашей страны. Не стоит на месте и на Ренмарское автотранспортное предприятие. В уходящем году здесь обновили автопарк, построили новые помещения, среди которых гараж, пункт предрейсового технического осмотра и здание будущей мойки. Об итогах года в старейшем муниципальном предприятии города смотрите в следующем сюжете. Слово Александры Литковой. Предрейсовый медицинский осмотр и технический для автобуса. С этого начинается рабочий день водителя общественного транспорта. Проверяем автобус. Затяжку гаек колесных, чтобы не было нигде утечек, масла везде. Заезжаем на яму, травим воздух, конденсат. Ну все остальное, механик смотрит, ходит. В этом году проводить техосмотр стало намного проще. Наринмарское автотранспортное предприятие построило новое помещение пункта предрейсового технического осмотра, перестроило смотровую яму. Раньше тоже яма была, только старая была яма. Но сейчас лучше стало, освещение яме есть. Раньше фонариком ходили постоянно. Удобнее, конечно, стало. Яма подлиннее стала. Не надо там перегонять автобус. Я смотрю, это двигатель, например, если спереди заходим. Кроме того, построены еще два новых сооружения. Гараж площадью 600 квадратных метров и здание будущей мойки, которую планируется открыть в начале следующего года. Один из боксов был спроектирован и построен для того, чтобы предприятие могло оказывать услуги населению по предоставлению теплых мест для автомобилей. Второй – для дорожной техники. Новые теплые боксы, которые были построены, они были построены в 2008 году. После этого у нас такого строительства серьезного не велось. В этом году мы построили большой стояночный бокс. Это нас к этому сподвигло то, что мы в этом году получили дорожную технику, которую нам некуда было разместить. Поэтому мы приняли решение, что мы построили большой стояночный бокс. Одна секция этого бокса именно у нас отдана под дорожную технику. Она у нас там сейчас законсервирована, стоит, ждет сезона. Всего АТП получило 14 единиц дорожно-строительной техники, которая в этом году уже помогла качественно уложить дорожное покрытие на дорогах по улице Полярной и Ленина. Что касается обновления парка автобусов, то этот год не стал исключением. Удалось закупить два низкопольных автобуса большого класса с дополнительной системой отопления. Столько же планируется приобрести в следующем году. А это ремонтно-механическая мастерская. Работа здесь кипит постоянно. Сам цех в этом году также был отремонтирован. Ремонтно-механические мастерские мы модернизируем уже в течение трех лет. То есть потихонечку. То есть там комплексно все не сделать. Поэтому мы там по цехам планово делаем. То есть в этом году мы сделали два цеха, отремонтировали. Отремонтировали въездные ворота. Вот капитально переделали. На следующий год планируем ремонт кровли там делать. Подводя итоги года, Виктор Калюжный добавил, в этом году муниципальными и межмуниципальными маршрутами АТП воспользовались более двух миллионов пассажиров, что является неплохим результатом. Приоритетным направлением для предприятия является безопасность пассажиров и сотрудников. Семь автобусов из здания диспетчерской в морском порту оснащены современными комплексами видеонаблюдения. Каждый кондуктор носит при себе индивидуальный регистратор. Эти меры позволили значительно сократить количество конфликтной ситуации в транспорте. Именно вот этот шаг позволил нам снизить количество инцидентов с пассажирами просто в разы. Практически сейчас уже такие инциденты это редкость. Хотя до этого было часто. То есть каждый кондуктор в начале смены берет видеорегистратор, крепит силу на жилет и в течение смены он с ним работает. Все, что он делает, все его разговоры с пассажирами, все записывается. Поэтому и кондуктор сам понимает, что все его действия записываются. И пассажир понимает, что все его слова в том числе записываются. Предприятие провело традиционный конкурс профессионального мастерства среди водителей, слесарей и кондукторов. А также стали дипломантами российского конкурса «Город, где хочется жить». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В нашу редакцию часто обращаются жители села. Столкнувшись с какой-то проблемой, они набирают наш номер. Так случилось и в январе 2021-го. В Лабожском возникла неразбериха с водоснабжением. Съемочная группа выехала в Печорскую деревню. Вот она идет, светло-желтая. Ну, такой водой, по крайней мере, можно пользоваться. Сегодня Наталья Канева может без опасений заняться делами по хозяйству. Женщина хоть и живет в деревне, но помощью современной бытовой техники, естественно, пользуется. Как-никак 21-й век на дворе. Кабинку поставили, посудомоечная машинка у нас. У нас все есть. И вот подключают нам такую воду, которой невозможно пользоваться. Вся техника у нас полетит просто-напросто. В декабре лабощане не на шутку обеспокоились качеством воды, которая стала поступать в дома. Что говорится, на ушах стояла вся деревня. Вода очень вонючая. Она пахнет керосином, железом. Она сразу идет прозрачно. Немножко постоит, она желтеет. При нагревании она становится бурая, бурая. Ей вообще невозможно. Хорошая хозяйка такой водой не станет даже мыть полы. Это у нас фильтр для воды, очистки воды. Вот он идет. Вот идет и второй фильтр. Это уже идет мембранный. Это грубые очистки. Вот, пожалуйста, смотрите, какая вода у нас шла. Очистные фильтры забились за несколько часов. Николай Жахеев, он, кстати, сотрудник Севержилкомсервиса, сразу же позвонил в головной офис и сообщил о том, что вода из новой установки непригодна для использования. Они не справляются просто. Два фильтра стоит, они не справляются. Вода идет все равно грязная. Обалдеть. И цена. 246 рублей за вот эту кашу. Так вот, я не знаю, как такое водой мыться. Я даже попробовал помыться, когда пришел с работы. Не мог. Замык, там выпачкаться, за месяц пачкаешься больше, чем вымыешься. Лобощане негодуют. Даже если это и техническая вода, она не должна содержать никаких посторонних запахов. Ведь некоторые сельчане, например, пожилые граждане, и вовсе эту воду употребляют в пищевых целях. А-а-а! О проблеме тут же доложили старости деревни. Леонид Суслов, в свою очередь, сообщил, куда следует. Спустя сутки подачу воды из новой установки прекратили. Водоснабжение возобновили по старой схеме через водонапорную башню. А когда в деревню приехали сотрудники Севержилкомсервиса, имя было принято решение отмыть емкость. Они сказали, будем мыть. Будем ездить сегодня, приедем будем мыть, завтра приедем будем мыть. Я говорю, ну у вас денег много, конечно, ездите, мыйте. Только, говорю, ферри даже не отмыть. Не только чем-то. А холодная вода, из-под земли вода бежит, ледяная. А Николай Жахеев сказал, что должна быть по документам новая цистерна? Новая. Должна была куплена где-то была. И куда-то она упала. Водопровод в Лабожском был построен около 20 лет назад. Все это время жители деревни пользовались водой, которая поступала из Печоры через водонапорную башню. В 2020-м было принято решение провести модернизацию. В населенном пункте построили модульную станцию. Именно из этого помещения в дома Лабощан попадала вода. Вот насосная станция, она качает воду из скважины. Далее вода попадает в эту цистерну. И жители деревни уверены в том, что раньше в этой емкости хранили керосин. Спустя некоторое время в Лабожское прибыла комиссия, в которую вошли несколько сотрудников Заполярного района и Севержелкомсервиса, а также глава Великовисочного сельского совета. Данная вода имеет характерный запах. При кипячении она меняет цвет. У нас эти все фотографии есть, она такого темного цвета. Был забор воды в бутылках, проведен Заполярным районом. Две тары было. И одну емкость мы отправили тоже на независимую экспертизу. Это просто от жителей села. Эксперимента ради мы попросили, чтобы нам включили эту воду из цистерны. И мы видим, что она прозрачная, то есть она не желтая, но запах стоит ужасный и пахнет действительно каким-то топливом. Как пояснили в администрации Заполярного района, 13 января в деревню выезжала рабочая группа для выполнения визуального осмотра емкости. По результатам осмотра было выявлено значительное превышение железа окислившегося. Было принято решение о промывке данной емкостью, обеззараживании и последующей промывке. Превышение окислившегося железа вызвано тем, что емкость значительное время, более трех недель находилась без циркуляции воды и осуществлялась непосредственно обогрев этой емкости, для того, чтобы она не замерзла. Специалистами Заполярного района и Север-Желком сервиса были проведены работы по очистке и обеззараживанию емкости. На днях из цистерны снова отберут пробы и уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение о вводе емкости в эксплуатацию. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север», деревня Лабожская. Не можем оставить без внимания ситуацию, которая сложилась в конце этого года в одном из оленеводческих хозяйств. В декабре – это традиционное время для забоя, в СПК Заполярье пустили под нож большую часть стада. На последнем забое в Нижний Пешу удалось побывать в нашей съемочной группе. Оленеводами не становятся, ими рождаются. Искусство разведения и ухода за животными передается из поколения в поколение. Традиционно с малых лет детей берут на забои, обучают ремесло. Однако передать знания своим потомкам кочевники Заполярье не смогут. В бригаду раньше мы ходили все с родителями, родители с семьями, вот поэтому все и работали, проблем не было. Но девушки, как все известно, все разъехались, остались одни ребята. Девушки ищут легкой жизни, выезжают в города. Все, ребята у нас никто не женатые, все. Родители состарились, выехали в деревню. Кому-то 90 почти, кому-то за 80, кому-то 80 лет. А у кого-то родителей уже нет. Вот, и пришли к логическому разрешению. Все. Работать больше некому ребятам уже под 60 лет. Тяжелые рабочие условия ставят под угрозу здоровье оленеводов. Проблемы с сердцем и коленями здесь у каждого второго. Я сам на забойном пункте работал больше 20 лет. Это очень тяжелый труд. И сейчас, в данный момент, очень трудно найти специалистов, которые знали вот это дело на забойном пункте. И многие уже пенсионеры, возрастные больше 50 лет, под 60. Вот тут один есть у нас, 64 года приглашаю уже, потому что... А молодые, они просто не идут на работу. Из зарплата хорошая на забойном пункте. У оленеводов нет выходных и праздников. Работа идет круглый год. Перед забоем, поздней осенью, всех животных сгоняют в специальные загоны. Карали для подсчета, маркировки молодняка и ветеринарных обработок. Тут и летом, и зимой, и осенью, и весной. Все на улице дежуришь. Бывает, что у нас на камню осенью дежурят по 10 суток, по 15 суток ребята дежурят. Это никуда не заходя, все время на улице. Очень тяжелая и трудная работа, поэтому никто и не идет. Своих детей нету. Никто не женился. Все, холостые все. А кто хочет сейчас из деревни уехать в Тундру работать? Да никто. Так как работать из года в год становится тяжелее, оленеводческая бригада еще в прошлом году решила передать поголовье, либо пустить стадо на забой. Да, это у нас последний забой. В прошлом году у нас было общее собрание. С этим предложением, чтобы прекращать оленеводство, подошли, сами оленеводы решили, подошли ко мне. Мы с этим предложением подошли Михаилу Ленинчу, нашему бывшему председателю, на дне депутата Госдумы. И все, потом вынесли на общее собрание, и общее собрание приняло решение оленеводства, мы завязываем. Мы были не против, если у нас кто-нибудь купил их, но покупать никто не хочет. Всем надо даром. Желающих купить стадо не оказалось. В итоге было принято решение пустить оленей под нож. К этой процедуре оленеводы готовились уже с начала 2021 года. Однако пришлось остановить процесс из-за ажиотажа в социальных сетях. Не до конца достоверная история вышла на просторы интернета, чем вызвало широкий отклик в сердцах людей. Посыпались негативные комментарии. И читал тоже в интернете, пишут бывшие, особенно женщины, девушки, которые дети оленеводов, в такое фигню бежит. Так что ж вы, дорогие, сбежали-то, бросили оленеводство, если вы так оленеводство очень любите. Надо было остаться, и сейчас бы оленеводство существовало. А сбежали за легкой жизнью в город. А теперь пишут, о, это вот такие наши олежки. Какие ваши олежки? Вы их предали давно. Позже к обсуждению подключились общественники и депутаты. Полемика в социальных сетях перешла в более серьезную плоскость. Совещание по этому вопросу собрал глава региона Юрий Бездудный. Вмешался губернатор, провел оперативное совещание, по результатам которого мы вернулись к тому, что предлагали изначально. То есть весной, летом мы проводили совещание с оленеводческими хозяйствами. Канин, Восход, с Индигой не говорили, но сейчас Индига уже инициативно высказалась. И из общины Ямту оленевод инициативно пожелали выкупить часть стада. Мы предлагали это сделать еще весной, получить грант Агростартап. То есть федеральные деньги, 2 миллиона рублей, готовы были дать для того, чтобы часть стада выкупили. Но тогда почему-то заинтересованных не нашлось. Однако, как выяснилось позже, только 300 оленей передали. Остальных же забили, как и изначально планировали. Иван Никонов, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша. Выезжая в командировки в село, мы часто рассказываем о людях, на чьих плечах держится заполярная глубинка. В одной из поездок нам удалось застать обучение сельских пекарей. Давайте посмотрим. На Неской пекарне в самом разгаре подготовка теста для будущих куличей с цукатами. Этот рецепт для практического занятия выбран не случайно. Зачастую на селе православные не могут себе позволить свежий пасхальный пирог. Также в программе курсов выпечка различных сортов хлеба, например, с пророщенным зерном или свёклой, а также кондитерские изделия с различной начинкой и даже изготовление пряников. Людмила Бобрикова на курсы повышения квалификации приехала из соседнего села Омы. Девушка вот уже 10 лет обеспечивает продовольственную безопасность в заполярной глубинке. Говорит, такие курсы, как глоток свежего воздуха. Конечно, мы узнаем что-то новое, интересно. И что-то делаем у себя на пекарне, применяем. Людям нравится что-то новое. Многие пекари на селе работают не один год. Однако зачастую приходят в профессию, не имея профильного образования. Например, Любовь Попова из Нижней Пёши. В прошлом швея уже 7 лет постигает разные техники выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Всегда интересно, мне кажется, учиться чему-то новому. Тем более, что я не профессиональный пекарь. Я пришла в профессию вообще швея четвёртого разряда. И как бы меня уже там научили, на пекарне всему. Но всё знать никак не можешь. И всё равно чему-то новому, допустим, какие-то пряники, куличи, мы бы такого не делали никогда. А я сюда приехала, и нас здесь научат. Такая профессиональная перезагрузка для сельских пекарей продолжается на протяжении 7 лет. Курсы организованы Окрпотребсоюзом. Обучение проводит Марина Горевских. Руководитель Архангельского кооперативного техникума побывала практически во всех населённых пунктах Неницкого округа. От Усть-Кары до сёл Нижнепечорья. Им интересно работать. Они работают с душой. Они вкладывают в это силы. И их нужно в профессиональном плане подтянуть. Для этого мы проводим курсы, то есть рассказываем, показываем не только теорию, но и практику. Вот сейчас вы застали у нас практический момент. Но у нас ещё есть и теоретический. Это когда мы обучаем и санитарным правилам. У нас с января этого года новый СанПИН вышел. То есть в нормативной базе их тоже подтягиваем. А это уже сотрудники НИЭСКО и пекарни готовят выпечку для населения. Работают, что говорится, в радость. И условия созданы комфортные. Модульное здание пекарни в НИСИ появилось в 2017-м. Тогда же сюда завезли и новое современное оборудование. Например, эта ротационная печь «Иртыш» позволяет за раз выпекать до 100 буханок хлеба. Рабочий день пекарей начинается рано утром. НИСИ они привыкли к тому, что уже в обед можно купить свежую выпечку и хлеб. А ассортимент здесь довольно внушительный. Очень много видов. Более 60 видов. Да, можно здесь пекать. Так что это очень много. Мы их чередуем. Мы, допустим, в понедельник делаем там сладкое какое-то. Во вторник мы опять же жилое. Очень любят калитки сейчас у нас. Население все-таки привыкло, наверное, к жилому. И они любят как и свои пирожки, так и наши. В основном они и пироги, и ватрушки. Особенно любят с морожкой. Потому что у нас люди северные, любят нашу ягоду. После четырехдневных курсов пекари, омы и нижние пёши отправились в свои населенные пункты, чтобы радовать односельчан оригинальной и вкусной продукцией. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Минувший год был богатым и на спортивные события. Так в марте на Качгартинской курье прошли соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. В этом году снегоходные гонки прошли в Наринмаре в 25-й юбилейный раз. В них приняли участие около 60 спортсменов. Ольга Русл продолжит. В Тундре снегоход – самое надежное транспортное средство для оленевода, рыбака и охотника. Еще в 70-е годы Ненецкий автономный округ стал первым полигоном для испытаний снегоходов «Буран». При численности населения в 48 тысяч человек за это время в округе было продано более 14 тысяч буранов. Точка отчета традиционных окружных гонок на «Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года, когда под патронажем депутата Государственной Думы Российской Федерации Артура Челенгарова прошли первые гонки на снегоходах «Буран». На старт в районе Качгартинской курьи вышли 90 участников. Трасса проходила вокруг города Наринмара и состояла из шести кругов общей протяженностью 50 километров. Артур Николаевич, вот в 1997 году, когда эти гонки только зародились, вы думали о том, что это вырастет в такой громадный праздник? Нет, не думал. Надо было принять решение, чтобы занять людей, которые остановились здесь, живут, работают. С работой были проблемы, поэтому соревнования проходили в очень непростой обстановке. Но с душой. И самое главное, что соревнования были отечественное, все производство. Все «Бураны» – это только российского производства. За эти 25 лет с момента первых стартов снегоходные гонки превратились в большой спортивный праздник и стали, по сути, визитной карточкой Ненецкого автономного округа. Основной оцен был сделан на самих участниках соревнований, на гонщиках. Именно с ними согласовывалась трасса. Они подсказывали, как ее правильно сделать. В этом году есть специальная палатка, где можно сделать техническое обслуживание снегоходов, где можно попить чай. Собственно, гонщики являются самыми главными людьми на этом празднике. А мы, гости, мы пришли посмотреть. И очень приятно, что сегодня прилетел Артур Николаевич. Собственно, его именем названы эти соревнования. Прилет в Наринмар Артура Челенгарова, основателя снегоходных гонок за полярным кругом, стал настоящим сюрпризом для гонщиков, болельщиков и зрителей. Они очень тепло приветствовали его на торжественном открытии соревнований. Надо отметить, что атмосфера праздника, а это не только гонки, но и яркие и зрелищные выступления артистов, объединила сотни горожан и гостей Ненецкого автономного округа. Партнером праздничных мероприятий стала компания «Лукойл». Компания «Лукойл» продолжает активно поддерживать проведение этого мероприятия, оставаясь главным спонсором соревнований. И нам действительно очень важно поддерживать те традиции, которые объединяют вокруг себя людей, как проживающих в этом непростом суровом крае, так и работающих в этом регионе. Старт дан, дорогие друзья. Итак, Артур Николаевич дал старт женскому заезду. Вот рев моторов и снегоходы устремляются на трассу. Первый официальный заезд по традиции женский. В классе «Буран» среди женщин первое место заняла Елена Стремоусова. Второе место у Любови Балакшиной из Андига. Она одержала победу в прошлом году. Спортсменки поменялись местами на пьедестале. Третье место заняла Дарья Христолюбова из Лабожского. Каждый дневно нужно физическую нагрузку на себя, тренироваться. Помимо того, что ты на трассе, нужно приходить в зал. Физическая подготовка должна быть в каждого человека, точнее у гонщика. Потому что это не так просто – сесть и выехать. В классе «Буран» среди ветеранов первое место занял Василий Рочев. В этом заезде он участвовал впервые, ранее всегда соревновался в основном. Я всю жизнь участвую. 23 года я в этих гонках. 23 года. С 97-го года. Только перед пенсией два года не участвовал. Пропустил. Второе место в гонке среди ветеранов занял прошлогодний победитель Василий Попов из Макарова, третье, у Алексея Хаймина. В основной и самой многочисленной спортивной категории среди мужчин на снегоходах «Буран» победил второй год подряд Дмитрий Ванюта из Нарьинмара. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ожидаема была эта победа или нет? Нисколько вообще. Ожидаемо для других людей было. Я вообще не ожидал просто. У других людей быстрее «Буран» ездит, чем у меня. Дмитрий, конечно же, поскромничал. Стать победителем в основном заезде среди мужчин непросто. Здесь очень сильные соперники. Второе место в гонках на «Буранах» занял Кирилл Чупров из Красного. Третье – Александр Коткин из Андиго. Битва за победу в свободном классе была очень жаркой. Финальные результаты оказались неожиданными. От одного из гонщиков поступил протест о нарушении, зафиксированном на видео. Протест поменял расклад первых мест. Свободный класс довольно непредсказуемый. Гонка проходит очень динамично. Это совершенно другие скорости. На каждом прямом участке, на каждом повороте позиции могут меняться. Победителями, судя по результатам, всех заездов в этом классе должны были стать братья Стримаусова из Красного. Однако они схитрили. Двое братьев остановились, не доезжая до финиша. И в финальном заезде пропустили вперед еще одного своего брата, чтобы он смог набрать больше баллов и в итоге стать бронзовым призером. Судьи, болельщики и участники спорили больше часа. Главным победителем в результате был признан Алексей Стримаусов. Второе место занял Владимир Куляев из Наринмара. Третье – Владимир Кожевин из Красного. В 25-м юбилейном году культурная и спортивная программа праздника была самой разнообразной. Зрители смогли увидеть в небе над Качгартинской курьей несколько выступлений пилотажной группы Федерации спорта сверхлегкой авиации «Крылья России». На сцене выступили приглашенные артисты с северным шоу «Ети». Еще одну шоу-программу продемонстрировал Театр Касказеров «Ярфильм». На празднике работала ярмарка, сделанная в НАО, и ресторанный дворик. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». А еще в Наринмаре выявили самых быстрых оленеводов и чумработниц. В 2021 году в 13-й раз состоялись соревнования «Семенхат-Мерита». Давайте вспомним, как проходило это зрелищное мероприятие. Тройной национальный прыжок, борьба на поясах, прыжки через импровизированные нарты и метание тензия. Выяснить, кто самый ловкий, меткий и сильный, в Наринмар в этом году приехали представители почти всех оленеводческих хозяйств Ненецкого округа. Перед началом – обязательный медосмотр и инструктаж. Да, у нас есть врачи, которые проверяют медосмотр, давление проверяют, их самочувствие проверяют, то есть их дает допуск. Инструктаж – это обязательно техника безопасности. Это и соблюдать дистанцию, и не распитие спиртных напитков на территории, что еще ходит у нас. Это спортивное поедение, на спортивное поедение дискортизированных участников. По традиции, гостей и участников мероприятия ждала насыщенная культурная программа. Для детей работали тематические игровые площадки и аттракционы. Открыл соревнование глава региона Юрий Бездудный. Это большой национальный праздник. Действительно, сегодня нам очень повезло. Светит яркое солнце, морозно. И я всем, и участникам, и гостям этого праздника желаю получить массу эмоций. А участникам отдельно я желаю, чтобы они победили. Пусть победит сильнейший. Ура! С праздником вас, дорогие друзья! Проверить свои силы и выносливость в состязаниях, а также убедиться, насколько это непросто, мог любой желающий. Например, Константин Тарасенко решил испытать себя в прыжках через нарты. Да прыгать легко, если это касательно техники. Дело уже в выносливости, в одежде, сколько она весит, в высоте прыжка. Вот у меня, например, была ошибка. Я слишком высоко прыгал, больше затрачивал энергии. Ну и из-за этого быстрее устаешься, соответственно. А вот и кульминация праздника. Стартовали первые заезды на оленьих упряжках. Старт здесь имеет огромное значение. От этого во многом зависит победа. Я тут поймаю. Фотографирую. Некоторые животные, напуганные большим количеством людей, отказываются слушать своих хозяев. И гонка для них завершается, так и не начавшись. После трёх отборочных заездов среди мужчин на старт выехали женщины. Первой на финише показалась упряжка Марины Апицыной, чумработница из ПК Ерх, из посёлка Красное. Трасса очень снежная, очень много этих трамплинов маленьких, очень снежная. Участники рассказали, что проваливаются. Но мне хорошо тем, что если бы она была бы очень скользкая, олени бы вообще быстро ехали, я бы на сонях не устояла бы, не усидела бы, упала бы сразу бы. А тут хорошо будет снег. Они так старались тихонечко ехать по этому. Так что вот из этого надо только ещё. Для Марины Апицыной это первая победа в гонках на олених упряжках в рамках соревнований «Семенхат-Мерита». Второй финишировала Александра Талеева, чумработница СПК «Харп». Третье место у Ольги Евтызой. Мы только сегодня приехали в Наринмар. Упряжка ехала несколько дней. Они уже хотели обратно возвращаться. Три дня назад, потом обратно приехали. И сегодня мы оленя привезли с Красного на Камазе. Не думали, что выиграем что-нибудь. Но вот, надеюсь, муж сейчас первое место займёт. Муж Марины, Вениамин Литков, действительно приехал первым в финальном заезде. Молодой человек – постоянный участник соревнований. И эта победа для него не первая. Какие могут быть эмоции? Радостные, конечно. Немного уступили победителю в скорости Пётр Вылка и Алексей Евтысой. Гонкам на олених упряжках все участники готовятся основательно. Главное здесь – хорошо обучить передового оленя, который ведёт за собой остальных. Традиционно зимой упряжка состоит из трёх оленей. Самый главный здесь – передовой. От его обучения зависит, как в целом побежит упряжка. А учить его начинают в возрасте трёх лет. Соревнования собирают оленеводов и чумработниц из разных уголков Нинецкого округа – Большоземельской, Малоземельской и Канинской тундры. Семенхат Мерета – это не только праздник, где жители тундры выясняют, кто лучше всех управляет оленями, но и повод встретиться и пообщаться. Мероприятие уже проводится много лет, и люди друг друга знают. И они уже этого дня ждут, чтобы встретиться и обвиняться новостями, обвиняться, кто-то кому-то заказал, какие-то поделки там. Рассказать о тех достижениях, о тех новостях, о тех лучших событиях, которые у них проходят в округе. Горожанам за много лет этот праздник также полюбился. Только раз в году у них есть возможность покататься на оленях. Мы ежегодно всей семьёй приходим на праздник, обязательно болеем за участников. Очень такой позитивный, поднимает настроение. И вообще замечательный праздник. Победители соревнований были удостоены кубками и денежными призами. Остальные участники также получили поощрительные призы. Генеральным партнёром спортивных состязаний выступает нефтяная компания «Лукойл». Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Переносимся в Индигу. Там в марте этого года состоялся третий по счёту фестиваль «Корюшки». Его участниками стали более 70 человек. Помимо основного турнира, на площадке фестиваля для гостей организовали соревнования по национальным видам спорта, а также конкурс снежных скульптур. Сердце Северного Тимана – заснеженная и далёкая Индига. Посёлок, где рыбалка – один из жизненно необходимых видов деятельности. Именно здесь уже третий год подряд проводится фестиваль «Корюшки». И рядом с вами есть такая ценная территория. Она не единственная. В Ненецком округе, на самом деле, очень крутая природа в целом, очень ценная. И вот столько много природных территорий уже создано. Миссия фестиваля – не просто порыбачить. Всё гораздо глубже. Дмитрий Рябов рассказывает о национальных парках и заповедниках. В этих краях природозащитник впервые. Приехал на Северный Тиман из Мурманска, чтобы поведать маленьким жителям Индиги о защите природы. Конечно, дети интересуются. Всё-таки здесь они живут очень близко, максимально близко к природе. В природе, можно сказать, внутри вот этого всего. И, естественно, они видят животный мир вокруг себя, в отличие от городских, например, детей. И всё это им интересно. Но наша задача была их познакомить как раз с вот этой системой особо охраняемых территорий. Рассказать, для чего это, как они могут, может быть, поучаствовать в сохранении природы. Он выделяется тому, насколько ужасно это человечество, то, что рыбы уже погибают от загрязнения. Восьмиклассница Полина Иларионова демонстрирует нам героя будущего мультфильма. По задумке автора, мальчик выловил из моря рыбу в форме пластиковой бутылки. Сторонность в том, что тут нужно как всё сделать это корректно, и чтобы не было никаких помех, ну, легче это делать на специальных программах. Организаторы мастер-класса сделали упор именно на ручной труд. Техника стоп-моушен предполагает перемещение в кадре нижевых предметов. Из них и получается анимационное видео. Героев для экологического мультфильма готовили даже из пластилина. Мы взяли экологическую тему, связанную, в общем-то, с рыбой. Актуальную сейчас – это пластик. Почему? Потому что, в общем-то, и показать это можно интересно. Вот придумать, как выглядят рыбы под действием пластика, как может человек измениться из-за этого. И как всё это можно исправить, чтобы дети самостоятельно придумали, как вот эту ситуацию в мире сейчас можно исправить. Вниманием к природе здесь пропитано буквально всё. Даже на мастер-классе по изготовлению сувениров дети шьют игрушку в форме рыбы. Основную площадку по экологическому просвещению развернули в индикской школе. Впрочем, фестиваль корешки – это ещё и про творчество. К выходу на сцену готовится дуэт «Невский блюз». Мария Охлебинская и Михаил Ярош добирались на далёкий север из Санкт-Петербурга, чтобы исполнить на фестивале гимн корюшки. Мне позвонил человек и сказал, что он из посёлка Индика. И что в Индике проходит фестиваль корюшки. И что он прослушал все песни, которые есть про корюшку в интернете. И что наша песня понравилась ему больше всего. И он хотел бы, чтобы мы написали песню про фестиваль корюшки в посёлке Индика. Ну вот, в общем, мы с ним встретились, поговорили, потому что мы ничего не знали ни о посёлке Индика, ни о фестивале корюшки в нём. Он нам всё рассказал очень подробно и про посёлок, и про фестиваль. В общем, так вот, собственно, у нас родилась песня. В день проведения рыболовного турнира на реке за минус 30. Крепкий мороз и яркое солнце. С самого утра в Индику прибывают гости из столицы Заполярья. К месту проведения фестиваля участники и зрители добирались в основном авиатранспортом. В Индике приземлились четыре вертолёта и две аннушки. Впрочем, нашлись и любители экстрима. Вера Агапитова и Светлана Кустышева к фестивалю подготовились основательно. Даже заказали флаг, на котором изображена символика их клуба – подружки по катушке. Девушки ведут свой блог про путешествия по Заполярью. В Индику добирались на снегоходах. Ехали мы где-то часов 12, получается, на снегоходах. Опыт, ну вот именно такой дальней поездки, конечно, он был первый. Мы обычно ездим километров 50-60 от города. В Данель-Миносово мы ездили на День ворона, в Каменку на гонке ездили. Но это всё-таки немножко потяжелее. Да, здесь получается, конечно, у нас так, ну, испытание было своего рода на прочность. Вот ещё обратно. На самом деле, на экстриме, на адреналинии, тем более, это новое ощущение, поэтому, ну, всё на самом деле это заводило, энергию заряжало. Вот. И на севере нет замёрзших людей, есть плохо одетые люди, поэтому мы были нормально экипированы, поэтому всё было комфортно. На сцене, тем временем, зажигает чукотский ансамбль «Кочевник». Публики демонстрируют аутентичные танцы чукотки и аляски. Артисты прибыли в Ниевский округ по приглашению Союза оленеводов. Мы приехали сюда на снегоходах. Два дня ехали? Два дня, да. Круто. Да. А будете принимать участие в ловле рыбы? Или вы тут как-то все-таки на выступлении? Мы всё-таки, в первую очередь, как артисты, чтобы люди увидели культуру чукотки. И, конечно же, будет возможность, время, мы поучаствуем. С удовольствием. Ну, по крайней мере, будем болеть. Вот за нас, девчонок. С камерой снесу. Смешай меня, девчонок! По правилам рыболовного турнира для всех участников, а их 71 человек, даётся общий старт. Каждый рыбак бежит к заранее заготовленной лунке. На льду, что говорится, и старым лад. Самому юному участнику 4 года. Ты поймал первую рыбу? Да. У каждого здесь свои секреты рыбалки. Многие уверены, что количество улова зависит от изысканной приманки. Ловим мы, смотрите, вот, есть у нас еще эта форма. Ну, такая стандартная. В общем, мы собрали всю информацию, какая была в интернете. Есть здесь еще такая кормушка самодельная. В ней скумбрия или килька тоже вот опускали. В общем, пытаемся все способы ловли и спробовать. А кто-то надеется на опыт и везение. Впрочем, в день проведения фестиваля большого клёва, что говорится, не было. Нет, я второй год. В прошлом году победили? Нет. В прошлом году неудачно вообще. А в этом году думаете? В этом году тоже думаю, что неудачно. Одна всего. На ловлю корюшки организаторы отвели ровно час. Следом взвешивание улова. Тем временем на реке начали работу остальные площадки. Одной из фишек фестиваля корюшки стал конкурс снежных скульптур. Организаторы заранее заготовили огромные снежные глыбы. И теперь участники делают из них различных северных животных. Что-то рождается. Рождается? Ну, сложно или поддаётся? Знаете, это же объёмно. И надо как-то его ещё... Мало того, что здесь плоско, а там тоже объёмно. Надо же ещё объём придать этому всему. Ага. То есть у вас получается рыба, рыба и медведь? Да. Вот морда медведя, да? Вот морда медведя, вот рыба там. Вот рыба, видишь, вот голова рыбина. Ага, ладно, удачи вам. Это только на первый взгляд кажется, что вылепить фигуру из снега легко. На 30-ти градусном морозе работать инструментом довольно проблематично. Руки замерзают. Однако участники полны энтузиазма. Наша команда подружки-весенушки победила в прошлом году. Надеемся, сегодня будет тоже неплохой результат. А что за фигура у вас будет? У нас фигура самая замечательная для нашего края. Олень. О! Северный олень. Красиво! Это вы уже так... Это мы уже так зарисовочку сделали. Здорово. Одной из самых популярных стала площадка, где проходили состязания по национальным видам спорта. Свои силы в метании тензея пробует Ирина Горбонос. Я занимаюсь ими уже на протяжении трех лет. В этом году я не занималась ими, участвовала на соревнованиях в школьных. И сейчас решила попробовать себя вот именно на реке, на корешке. Здесь же традиционное перетягивание палки, а также национальная поясная борьба. Суть состязания – взять соперника за пояс и вытолкнуть его за пределы круга, либо положить на лопатки. Она всегда была у малочисленных народов Севера. Да у всех народов борьба, она являлась борьбой. То есть это соревнования, обычные соревнования, борьба. Они везде участвуют в этой борьбе. И она, в принципе, у коренных народов Севера она похожа. То есть везде пояса, круг и выталкиваются. На празднике «Корюшки в Индиге» собралось более 400 участников и гостей с разных уголков Ненецкого округа. Многие приехали сюда за отличным настроением. Прошло это очень быстро. Мы даже не заметили, как вообще сам фестиваль прошел. Конечно же, эмоции переполняют нас. Мы очень рады, мы очень удивлены, что на нас обратили внимание. К нам прибыли даже аж четыре вертолета. И они вот прям видны здесь нам. Очень много гостей. И, конечно же, я думаю, что это удался. Фестиваль удался. И, в общем-то, люди, наверное, остались довольны. Организаторами выступили Центр развития бизнеса Ненецкого округа с участием туристического кластера. Проект был поддержан региональным департаментом экономики и финансов, а также Министерством экономического развития России. По итогам главного состязания фестиваля рыболовного турнира – самый большой улов у жительницы Нарьинмара Татьяны Шевдяковой. Кубок и подарок. Главный приз выиграла женщина – подарок на 8 марта. Что-то хотите сказать. Что-то хотите сказать, можете. Не делайте снимать. Для меня это такая неожиданность, поэтому я очень рада. Спасибо большое всем. Спасибо организаторам. Спасибо всем, кто участвовал. Это был очень классный праздник. 2021 запомнился и блестящими выступлениями нашего земляка Александра Терентьева. Член сборной России по лыжным гонкам продемонстрировал достойные результаты, выступив на трех этапах Кубка мира. С 28 декабря по 4 января Александр принимает участие в многодневной гонке в Швейцарии, Германии и Италии Турдеске. На кадрах еще маленький Александр Терентьев поднимается в гору на лыжах. Задолго до его победного финиша финской руки, когда Александр на подъеме мощно обошел именитого норвежского лыжника Йоханнеса Клеба на первом этапе Кубка мира. Александр пришел в лыжный спорт со всем ребенком. В возрасте трех лет отец Александра Василий Александрович уже поставил сына на лыжи, а в четыре года будущий чемпион проходил по 14 километров дистанции. На своих первых соревнованиях, выступая в качестве любителя, Александр занял сразу призовое третье место. Отсюда мы поняли, что у него получается, ему нравится. И тренер по лыжным гонкам, Андрей Капитонович, подошел к нам и предложил нам заниматься с мальчиком лыжным спортом. Мы согласились, и до сих пор дело пошло. У Александра в детстве и юношестве было два основных тренера – Татьяна Эдуардовна и Андрей Капитонович Речкова. И его успехи на мировых этапах, конечно же, радуют тех, кто помогал лыжнику стать подающим надежды спортсменам. Впервые Александр выиграл большие соревнования за пределами региона в 2015 году, будучи школьником. Тогда он стал победителем гонки на дистанции 5 километров классическим стилем в первенстве России. И даже не мог представить, что шесть лет спустя он финиширует первым на Кубке мира. На финише я был очень рад, что победил. Но сначала еще не осознавал, что я сделал. Только потом уже сознание пришло на следующий день, что я победил именно на Кубке мира. Это уже самые высокие соревнования. И сначала я так, ну, выиграл и выиграл, думал. Было очень радостно, много поздравлений было. Эта победа впечатлила главного тренера сборной России Елену Вяльбе. Поэтому она сразу же заявила о включении Александра Терентьева в состав команды на Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в Пекине. У меня в детстве мечта была – Олимпийская медаль. И вот она все ближе и ближе мечта, можно сказать. И есть все постепенно, идется. И надеюсь, что у меня все получится и смогу взять золотую медаль. За спортивными успехами Александра, конечно же, стоит тяжелый труд. В детстве, когда все ребята играли на улице, у лыжника были тренировки. И, по его словам, он не понимал, почему он тоже не может спокойно играть с друзьями. Но признается, что все равно продолжал совершенствоваться. И ни капли не жалеет о своем решении. Правда, разлука с близкими парню давалась куда сложнее. С родными, да, поначалу было очень тяжело. Даже когда я в пятом классе первый раз приехал на сборы. На все лето поначалу очень было тяжело. Там слез, то, что я скучал, плакал много. Но так, сейчас уже легче. Но все равно есть связь, мы созваниваемся все время, разговариваем. Большая заслуга в становлении спортсмена мирового имени принадлежит родителям Александра, которые его всегда поддерживали и старались помочь сыну достичь тех высот, к которым он стремился. Мероприятия, которые проводили, перед тем, как он оказался в сборной юниорской, это все делалось за свой счет, за счет родителей, за счет тренеров, которые работали с этим Александром. Родители Александра воспитали в сыне трудолюбие и упорство. Но что же еще помогло лыжнику стать спортсменом, которого норвежские СМИ назвали русским поездом, переехавшим к Лэба, а российские – красной машиной. Не каждый человек может стать спортсменом такого уровня. Важнейшую роль в этом играет генетическая расположенность. Видимо, в наших корнях, а я их как бы исследую и мне интересно, действительно, мой отец, это его будет дед-прадед, очень много занимались лыжами, именно классическим стилем, потому что они не были спортсменами, но они были в силу своей деятельности, они были заядлыми охотниками за лосями. Ну и представляете, это лес и такие широченные лыжи. Дед Александр был очень вынослив и преодолевал в день на лыжах по 50 километров. Выносливость современных спортсменов зависит от многочисленных тренировок, силы духа и таланта. А любой талант необходимо поддерживать. Сегодня Александр Терентьев является спортсменом от Ненецкого автономного округа. Александр очень ценит поддержку своих земляков, которые болеют за него на всех соревнованиях и гордятся его выступлениями и победами. Наши земляки очень много пишут, поддерживают, чувствуют. Они много пишут в соцсетях, особенно еще родителям, через родители передают поздравления. Это очень приятно и мотивирует еще быстрее бежать. 2021 год для Александра действительно стал прорывным и принес победу в индивидуальной гонке и серебро в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам. Будем внимательно следить за его выступлениями на турдески и Олимпиаде в Пекине. Удачи, Александру! И в завершении итогового выпуска расскажем о наших достижениях. В 2021 году одним из главных событий для Ненецкой телерадиообещательной компании стало пополнение в рядах журналистов. На полтора полутона пониже. Держим голову прямо и давление на диафрагме. Елизавета Кабанова пришла в нашу команду в январе 2021 года. Выпускница Санкт-Петербургского университета кино и телевидения всегда хотела мелькать на экране и готовить новости. Но в северной столице девушка не могла устроиться ни на один телеканал. Требовали опыт. За ним-то Лиза и решила вернуться на родину. В Ненецкий округ с первых дней работы на телеканале «Север» она подхватила репортерский темп жизни. Все было нормально. И вот в 11 к мне подошел шеф-редактор, сказал, что прямо сейчас у тебя есть 20 минут, чтобы, грубо говоря, одеться. Я в тот день была очень холодно, прохладно одета для поездки хоть куда-то. И мне нужно было там собраться за 20 минут, найти теплые вещи и, собственно, ехать в Нальминоз. На чем? Мы ехали... Изначально нам сказали, что мы пойдем на снегоходах, но в итоге мы ехали в теплые кибитки. Она была отапливая. Но все равно на улице был дикий мороз и было очень сложно записывать, потому что мерзло все, лицо. А микрофон железный, от микрофона мерзли руки. Ну, интересно, весело было на самом деле. Когда я еще могу посидеть за рулем машины госавтоинспекции? Сегодня для всех гостей праздника, посвященного 85-летию со дня образования ГАИ, была представлена возможность поизучать технопарк изнутри. Еще один новенький в нашей редакции – Василий Хатанзейский. Парня из Харуты мы заприметили на одном из мероприятий в социально-гуманитарном колледже. Активный участник всех мероприятий, председатель студсовета и просто хороший человек – самые подходящие характеристики для начала творческого пути. За 8 месяцев 2021 года Вася очень вырос. Он готовит как репортажи для новостных выпусках, так и ведет новости и даже прямые эфиры. Когда мы поехали на Харьягу, на Триколе, это был конец октября, была ужасная дорога, к сожалению. И мы просто пять часов ехали в одну сторону, я думаю, все, скоро приедем, скоро приедем, скоро я лягу спать. Мы все устали. В итоге у нас сломался Трикол, мы разворачиваемся, и нас тащит трактор обратно в Наринмар. Это как-то очень… Было, конечно, в конце смешно, но сначала было вообще не до смеха. Командировками запомнился уходящий год и Александре Литковой. Корреспондент объехала с десяток населенных пунктов от Каратайки до Неси. Больше всего мне запомнилась командировка в поселок Каратайка. Ну, я не знаю, во-первых, была ужасная погода, ветер, дождь, несмотря на то, что это был, по-моему, конец мая. Сильный ветер, несмотря на этот ветер и погода, мы все равно полетели, мы садились по пути в общину Ямпто, я там тоже была в первый раз. Ну, потом, собственно говоря, и полетели в саму Каратайку, мы там задержались дольше, чем планировали. Что очень нравится в селах, окружных, это, конечно же, люди. Куда бы ты ни приехал, куда бы ты ни зашел, магазин, дом культуры, тебя везде встретят, расскажут, все последние новости со всеми познакомят. Ведущий программ Ольги Русул этот год запомнился большим количеством интересных и актуальных интервью. Несмотря на то, что Ольга работает в журналистике уже 20 лет, она не перестает искать что-то новое в своей профессиональной деятельности. Для меня всегда очень интересны люди. Мне очень интересны люди, очень интересно открывать человека, потому что ты даже, если знаешь человека давно, с какой-то точки стороны, с какого-то, с одного бока, то когда человек становится под камеру, когда он садится, особенно под камеру, когда это интервью, это длительная беседа, он открывается с новой стороны. И всегда очень интересно. Помимо основных программ, по просьбам телезрителей мы готовим ещё один очень классный проект. Было решено возродить полюбившуюся жителям Ненецкого округа передачу «Теневана», что с Ненецкого переводится как «Знающие проводника в ненецкую культуру» мы нашли в посёлке Красное. 20-летняя Катрина Тайбарей не раз бывала в тундре. У нас большая семья. Бабушка и дедушка разговаривают на ненецком, старались нас к этому приучить. Бабушка у меня также очень творческий человек, очень долгое время была руководителем ненецкого коллектива «Ненэйсё», и также у неё был детский коллектив «Нодя Котя», куда я, собственно, с трёх лет и ходила. То есть с самого детства я на сцене пою ненецкие песенки, маленькая такая. Участвовали всегда в спектаклях национальных, на ненецком языке разговаривали на сцене. Подводя итоги года, мы не смогли не заглянуть коллегам на радио «Север-ФМ». Небольшая редакция в 2021 году проделала большую работу. Теперь эфиры, программы и новости могут услышать жители и работники посёлка Харьягинский. А ещё радищики вернули в студию живые концерты. В 2020 году были определённые ограничения. То есть мы тоже так массово не могли, например, позвать себя артиста из Дворца культуры Арктика. Мы на какое-то время приостановили живые концерты. И в 2021 году, наверное, самое главное, что нам запомнилось, вообще, это живые концерты, которые у нас проходили совместно с Дворцом культуры Арктика. Огромное им за это спасибо, потому что артисты у них действительно очень талантливые. Для Ненецкой телерадиовещательной компании 2021 год стал богатым и на количество профессиональных наград. Наши творческие сотрудники взяли пять из девяти золотых перьев на окружном конкурсе журналистов. Также проект телеканала «Северковидная реальность» удостоен второго места международной премии «Мы вместе». Готовили этот материал, записывали интервью с медиками, с врачом-инфекционистом, с фельдшерами скорой помощи, с санитарочкой, которая работает в красной зоне, и с медсестрами, которые рассказывали, насколько было сложно в этих тяжелых условиях ковида работать в масках, перчатках. Все старания, конечно, для вас, наши дорогие телезрители. Напоследок хочется поделиться с вами нашими ляпами. Так мы называем неудавшиеся дубли. Например, когда душа поет, а надо писать новости. Печайно расстались мы с тобой. А иногда мы забываем текст стендапа. Самую отдаленную точку на востоке Недицкого округа доставят порядка двух. Нас может обрызгать водой или обсыпать песком. Оставляет желать лучшего. Чаще всего водители легковых машин. Какой говори? Меня так ветром и пылью обдало, что это. Ну или наши журналисты могут не управиться с упряжкой собак. Они остановятся. Как их останавливать? Стоять. Швейцарские овчарки – это не только море удовольствия, это еще прекрасный альтернативный транспорт. Можно доехать куда угодно. Телевидение – это синергия творческих людей. И все они заинтересованы в том, чтобы выдать в конечном итоге интересный и качественный контент. Наша команда из корреспондентов, телеоператоров, монтажеров и режиссеров, инженеров всегда на готове. Ведь главное в журналистике – держать руку на пульсе. Алина Волчейская, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Леонид Шишлов и Владислав Носкин. Телеканал «Север». Пока-пока! Таким был 2021 год. Сложным, непредсказуемым, но ярким. Мы готовили для вас репортажи как из окружной столицы, так и из сельской глубинки. И на будущий 2022 год возьмем такой же задел. Спасибо, что все это время были с нами. Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, душевного тепла. И оставайтесь на севере. С Новым годом!